лекция будет посвящена динамике твердых тел мы разберем ее на примере такой программы как удине все что я сегодня буду говорить она также будет справедливо и для других пакетов мая blender 3d max принципе работает там в принципе схожие и похожи мы сейчас посмотрим разрушение домика и начнем с того как это работает с примеров просто обыкновенного шарика падающего динамика твердых сил будет полезна для аниматоров допустим когда объектов очень много и занимировать их нереально поведение допустим там какие-то зерна падают шарики и тому подобное и тогда приходит на память уже на помощь именно движок который будет этот процесс весь автоматизировать сам сначала попробуем понять на протяжении всей лекции что общего между вот этим домиком и падающим шариком вот это вот самый простой пример динамики твердого тела то есть у нас падает шарик он вверх дальше не поднимается потому что его энергия гаснет понятно ну и на мысли приходит такой момент что все это можно сделать с помощью самой простой анимации то есть как вот анимация выглядит шарика шарик упал и дальше он в исходную позицию не возвращается а такую же анимацию можно сделать начать делать в узи не шарик вот это интерфейс программы гудини мы создаем здесь шарик поднимаем высоту допустим полтора метра вот ну и дальше просто ставим ключи и его анимируем вот ключи кривая движения дальше и вот такой вот результат сейчас нагружается это сделано анимации если дальше мы добавим к этой анимации движение в сторону по другой оси по оси x красные получится что шарик будет сейчас одной позиции падать и скатываться другую сторону опять таки это можно сделать анимации вот но если попробуем сделать динамикой то это будет выглядеть следующим образом перед этим она понять что такое твердое тело твердое тело это тело которое не деформируется то есть в данной ситуации шарик упал он не сжался никак он отскочил твердое тело и поскакал дальше также твердое тело это система материальных точек подчиняешься ограничением согласно которым расстояние между всеми парами точек остаются постоянными на протяжении всего движения какие ограничения на следующем слайде сейчас вот увидим что это значит вот пример шарика если мы соединим каждый вертекс на мир с центроидом его мы увидим такие связи ребра и при падении расстояние вот этих ребер она все время константом то есть она не изменяется допустим в отличие от динамики мягких тел если бы это была какая-то плюшевая игрушка либо чем подобное зависимости от физических настроек нашего объекта насколько он мягкий либо твердый вот эти вот связи да они бы и длина бы изменялась изменялся бы угол между этими связями и наше тело бы упало и потом возможно вернулась либо не вернулась в исходное состояние для того чтобы вся динамика работала нам нужен solver solver это тот движок который непосредственно вот эту динамику и рассчитывает то есть все коллизии рассчитывает и учитывает какие силы используются в динамике в данном случае у нас пользуется только относилась сила гравитации которая сбрасывал наш шарик он ударялся землю и дальше он на земле и оставался что касается гудини вот из документации у нас представлен такая картинка есть где вдоб контексте у нас пользуется следующее наш шарик потом мы можем объединять другими каким-то бедным объектами solver который решает эту задачу и в конце сила которая это шарик при загиб земле и вот так этот выглядит выглядит в гудике то есть шарик мы его опять подняли на какую-то высоту дальше мы его передаем контекст динамики про который говорил сейчас мы перейдем дальше и в контексте динамики удобной отверстия происходит это вся непосредственно магия вот так вот выглядит все это в динамике шарик потом bullet solver который решая задачи гравитация по другой ветке на шарик сталкивается с ground plane и получается динамика так вот гравитация 9,8 и вот долго прогружается непосредственно сама динамика также мы можем добавить какие-то начальные значения допустим чтобы шарик летел не просто вниз а летел куда-то в сторону пример ну другой пример шарик сталкивается с тремя боксами и скатывается вниз то есть все это работает автоматически все рассчитывается за нас никакой анимации нет так что касается мягкого тела вот другой пример собраны уже не на эгид бодисолвере она велюми и мы сейчас увидим то что случае мягкого тела тело падает деформируется назад допустим он не возвращается в ту точку ту форму которой она была и динамика идет немножко по-другому пример что шарик падает и он деформируется его форма назад не возвращается следующая тема мы разберемся непосредственно динамик оператор network top контекстом чем отличается предыдущего контекстом какие свойства объектов и как эти свойства влияют на поведение объекта вот доп.network в отличие допустим от контекста джо метри там где мы моделируем либо анимируем какие-то объекты нам необходимо будет прочитать всю секвенцию то есть мы не можем сразу оказаться в ком там 10 кадре чтобы нам оказаться этом кадре нам надо сначала прочитать все кадры с первого по 9 и потом оказаться в десятом кадре для примера возьмем вот такую тестовую геометрию игрушку также поднимем на полтора метра следующим этапом мы по поверхности этой игрушки распространим сферы и кубики разного размера но сетка как это все выглядит ничего сложного здесь нету поверхность по ней скатериться какие-то точки и по двум веткам по одной шарики распространяется по другим распространяется боксов далее все это передается в контекст динамики в контексте динамики по аналогии с предыдущим видео все так же выглядит только у меня уже не один объект а два сферы и боксы и они оба сталкиваются с ground plane и получается такая вот элементарная динамика шарики покатились и все это рассчитывается автоматически следующий момент в том что мы можем настраивать какие-то физические свойства наших объектов то есть допустим изменять плотность объектов увеличивать их сопротивление при столкновении землей либо с другими объектами задавать начальные скорости направлений скоростей и получать разные результаты вот уже немножко другой результат потому что шарики падают медленнее как можно за месяц будет а кубики падают быстрее потому что они более тяжелые следующий момент то что мы можем к нашей симуляции добавлять какие-то силы вот мы используем только силу гравитации 9,8 мы можем ее изменить мы можем добавлять ветер какой-то drag force axis force сейчас мы примеры рассмотрим вот этот пример сил ветра там просто проблема в том что немножко долго погружается картинки загружается то есть вот такой вот у нас есть форс и наши шарики раздувают в сторону следующий пример следующего форса это эксис force когда у нас есть какая-то сила вдоль оси примеру сферы и она расталкивает наши объекты радиально в разные стороны следующий пример в динамике наши объекты могут быть как анимированы то есть не только физика участвовать может и какие-то статичные объекты но могут присутствовать и анимированные объекты и динамические то есть на следующем примере наши вот эти ворота будут вращаться кубики будут падать и они между собой будут взаимодействовать ветки видно что к двум предыдущим объектом добавился 3 бегать и он у нас деформироваться просто анимированный объект шарики падают и сталкивается с анимацией двух бокс данной ситуации нужно понимать что связь односторонняя то есть боксы бьют просто по кубикам шариком и их расталкивает следующий момент что если говорить про разрешением либо про код и динамику нам необходимо наш объект как-то разбить предыдущем видео мы по объекту скатерили серые кубики а сейчас мы перейдем к разбиению предыдущим объектом для его следующей динамики то есть все что всегда мы видим где-то в графике что-то ломается она перед этим уже все эти изломы они сделаны то есть это излом происходит не как-то рандомно каждый раз когда падает там чашкам стакан либо пуля пробивает что-нибудь перед этим весь уже структура разлома она есть и динамика происходит уже с предразбитым объектом для разбития мы будем использовать первый вариант это разбиение по вороному потом мы рассмотрим такую ноду как ригит базе материал появилась гудине по 18 версии и рассмотрим варианты какого-то кастомного фрактуринга то есть например допустим болевых операций либо можно все эти методы между собой соединять вот пример фрактюринга то есть мы видим когда какой-то объект перед тем как его подавать в динамику он уже как-то разбит зависимости структуры это доски какая-то штукатурка кирпичи либо стекло вот это вот структура разбиения рисунка она имеет разные варианты в случае с вороным вот это разбиение по вороному у нас на поверхности также скатываются какие-то точки расстояние приблизительно между этими точками она старается сохраняться и мы получаем какие-то такие приблизительно похожие куски одинакового размера допустим этот метод разбиения по вороному он идеально подойдет для какой-то штукатурки но не подойдет для других предметов объектов я сейчас дальше покажу пример вот игрушка беленьким по ней остались какие-то точки вот как выглядит структура и дальше это объект выглядит следующим образом цветные кусочки вот так вот разбит наш объект вот если эти кусочки раздвинуть они выглядят вот так вот дальше вот эту всю ветку то же самое как по аналогии шариками с кубиками мы также передаем все это в контексте динамики опять игрушка solver который решает задачи от коллизии поведения объекта гравитация и ground plane и получаем такой пример игрушка падает кусочки все разбиваются мы можем увеличить количество точек и таким вот образом получить более мелкие куски зависимости того что мы хотим то есть это либо стекло опять таки разбивается либо какой-то крупный объект вот примеру следующий пример увеличено количество кусков и эти куски уже маленькие количество точек заскатуренных увеличена и куски по разбиение получается маленький сейчас я эта симуляция выглядит как как будто она из песка еще это сделано какие-то гранул связи между объектами нету тему связи мы еще и дальше разберем между вот этим объектом как система констрентов на следующем примере вот это рпд материал фрактуры not больше подойдет для создания каких-то уже других объектов перед разбиение вот примеру дерево то есть это уже больше похоже понимаем отличие между разбитая какой-то доской и разбитым куском штукатурки то есть здесь наши плашки они более вытянутые имеют острые края они отличаются все по размерам то есть какие-то мелкие части есть крупные части ну и пример вот опять таки в доп-нетворки есть какой-то час погружается чуть сначала вот попадает шарик и разбивает ходит нашу доску и вот эти вот динамики куски они длинные и разные по размеру подойдет для кого-то дерево аналогичный пример разбиение со стеклом когда другая уже структура когда есть какая-то . и от этой точки отходят линии и получается такое ну что-то похожее на стекло по своей структуре разбитого стекла и следующий способ это какой-то кастовый способ когда мы можем разбить нашу геометрию на те куски которые мы сами хотим опять таки вот эта игрушка она разрезается двумя пленами с одной стороны с другой стороны и вот мы видим как бы три уже в таких больших четыре куска 1 2 3 4 5 кусков вот вот так вот выглядит плюс какие-то остатки более пример хорош тем что он иллюстрирует то что когда он происходит разбиение объектов чашки либо еще чего-нибудь у нас часто присутствует большие и маленькие куски вот как показано картинки ну и вот так вот это выглядит в динамике игрушка падает у нас есть большие куски и какие-то средние и маленькие то есть весь 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 диапазон кусков секундочку погрузится игрушка игрушка падает и вот такие вот куски момент в том что опять она падает и у нас нету как бы вторичных разбиений то есть вот это вот голова упала и было бы здорово чтобы она разломалась не при первом ударе допустим землю а на втором либо на третьем потом покатился кусочек и это кусочек тоже разломался для получения таких вот следующих результатов я сказал нам необходимо будет построить уже какой-то сеть связей между объектами которые зависимости от каких-то определенных условий они дальше будут ломаться для этого вот на будет построить констрейн network какие-то констрейн и примеру есть самый простой констрейн это глюнет вагдан клей то есть как будто мы чашку какой-то разбили потом ее склеили потом кидаем ее опять и все куски ломаются в тех местах где у нас есть какие-то связи вот и контвис констрейн дальше расскажу что такое как строится связи вот игрушка и предыдущие если вот представить предыдущие куски там где мы били ее по вороному между каждым кусочком между центроидом и другим центроидом строится вот такие то вот связи на этих связях есть атрибут какой-то прочности и в зависимости насколько он прочный у нас происходит момент удара передается импульс на эту связь если сила удара больше чем импульс больше чем сила связи между этими частями тогда эта связь ломается и игрушка рассыпается пример собирается связи вот как это выглядит в следующем 5 динамики контексте вот наша сейчас связь сила равна десяти тысячам этом единиц и если мы по умолчанию все это с полки построены констрейн для примера я взял и если мы сейчас запустим динамику мы видим хоть и игрушка разбита на части все она не ломается то есть она упала и вот качается хотя она разбита на куски если мы эту связь чуть уменьшим следующий пример мы увидим что какие-то силу я меньше допустим в два раза я увидел что какие-то куски уже внизу отвалились то есть игрушка упала вот куски отвалились если продолжу дальше уменьшать силу связей тоже настоящем примере вот игрушка падает вот и пример с головой как я показывал что голова покатилась и она разбилась не в первую террасу не сразу рассыпалась а рассыпалась далее она покатилась и далее рассыпалась хотя как какие-то связи они до конца не разбились то есть это просто экспериментальным путем подбираем какую-то силу и дальше эти связи остались они не разбились другой пример и так он тиском трейн вот он подойдет пример с деревом когда у нас есть какой-то забор и если в него врезается машина либо еще что-то происходит это забор у нас сбит на гвоздях в каком-то месте этот забор ломается а в каком-то эти части продолжают висеть на гвоздях и они между собой остаются соединены и здесь у нас есть уже к примеру два варианта условия разлома этих рассоединения этих связей либо по какой-то силе либо по углу между связями при перехождении кого-то порогового значения эти связи будут ломаться либо сила либо угол он там брейк торпе и брейк энгл так вот так это выглядит динамики вот эти шарики обозначают наша за фраг череная доска шарики это места соединения если будет импульс выше они разломятся если будет ниже либо ниже угол они останутся сохранены и получим мы вот такой пример следующем опять шарик попадает здесь стоп-кадр такой и мы видим что какие-то куски досок они как будто остались связанные на гвоздях а какие-то части разломались ну и другой пример чуть подправленный 10 допустим пятаки силу я увеличил связи и доска уже поломалась там на 2 на 3 части так ну и далее примеры я покажу конкретно уже по домику потому что вот эти вот эти все теория то что рассказал она также используется и на разрушениях на более крупных объектов просто там больше связей и больше объектов паркчуринга вот непосредственно так выглядит сетка с разрушающимся домиком сейчас я очень сначала запущу вот так выглядит динамика мы видим чем секундочку что там переднем плане допустим и штукатурка она также разбита по вороному вот эти кусочки что касается окон там немножко другой враг чуринг она как дерево вытянуты больше если мы посмотрим на воду с точку где-то 10 местах есть другие связи вот эти вот конец контраин который полностью не разламываются а продолжают жить дольше и вообще допустим не ломается то же самое там на дереве есть такие связи сейчас свет детально дальше покажу вот так выглядит сам проект нас интересует первая часть то есть где у нас происходит фракчуринг и создание связи вот эта часть где нас происходит фракчуринг буди не подгружается просто какие-то части а лимбик до этого замоделены максим допустим штукатурка труба кирпичи и это перекрытие дальше происходит фракчуринг вот так пример выглядит фракчуринг штукатурки то есть эта поверхность домика вот она разбита вот такие вот разные кусочки вот так вот выглядит фракчуринг окон дерево то есть все плашечки наши вытянуты вверх и так вот выглядит это целиком то есть дом разбит на такие вот мелкие кусочки следующим моментом мы строим опять таки сеть между этими кусками вот примеру первым blue network вот так вот выглядели network когда геометрия соединенного такими вот связями и динамика не дальше будет разрушаться вот так вот выглядит контис контрейн это пристройка которая справа стояла вот эти связи которых права домика и стропильная система и так вот непосредственно выглядит сам доп-нетворк то есть верху синеньким мы видим все объекты которые загружаются и потом вертикальный стоп зелеными желтыми или этими связями это непосредственно все констрейны которые не позволяют домику разрушится просто как какому-то из песка из гранул а разрушается в процессе и воздействия физики от ударов соседних объектов на него и сейчас я запущу пару тестов покажу как с чего начиналась эта работа с этим домиком у меня из 45 минут тестов разных самых простых начиная самых самых первых тестов как вот я погружался эту тему и как это отработало то есть какие-то такие сложения домиков самые-самые первые попадает ударили в него кубиком развалился дальше шариком вот какой-то вариант землетрясения мы бьем внизу площадкой и наши связи разрушается и домик рассыпается еще пример такой все это сейчас выглядит не очень просто это вот были тест тестовые версии с попыткой разобраться совсем как это все это работает и разломы все и основная была сложность в том что как бы ни были эти связи сделаны что касается этого домика их надо не просто автоматически по ком-то значение силы оставлять а убирать их вручную первая задача была вторая задача была какие-то объекты сначала оставлять анимированными а менять их на динамик процессе ком-то кады руками общей сложности было сделано как минимум наверное 1000 таких попыток с разными настройками это вот разрешение ну вот пример то есть у меня нижняя часть дома стоит она не разрушается вверху какие-то связи разрушаются и крыша потихоньку начинает падать то есть это все достаточно долго сложно и очень-очень много таких итеративных тестов было проведено мной вот сейчас он качается влево вправо и потом поехал в какую-то сторону такая вариант такой вариант разрушения только пристройка вот это как-то складывается но здесь больше предпример какие-то окна продолжают висеть вот там став не осталось потом она упала потом далее далее и все это дальше разрушается что касается еще разрушения через пять минут я поговорю дальше как остальное немножко работа делать некоторые вещи допустим когда вся эта динамика она не делается в один проход она делается в несколько проходов вот сначала делается вот это вот основная динамика домик разрушился после этого мы добавляем какие-то так называемые дебрисы частицы уже на готовую анимацию мы ее запекаем и потом мы добавляем больше каких-то мелких камней частичек и так далее и она придет больше ну больше реалистичности придает когда уже добавляем какие-то частички часа дальше покажу после этого мы перейдем на задание пыли все тесты тесты как его теста собралась на 45 минут как это по рендеру тесты некоторые тесты да вот мои маленькие такие кирпичики появляются внизу красные это вот зеленые полетели так называемый дебрис и всегда может симуляцию собрали вот можно увидеть что такой поток частичек это уже используется вторичная симуляция то есть не первый разлом а используется вторичный разлом вторичная симуляция только рама вот этот домик стоит из он слоеный да то есть он стоит из слоя штукатурки потом слой идет дранки потом кирпич и потом внутри слой новой штукатурки и за счет этого добавляется какая реалистичность также разрушается стропильная система и вот эти мелкие такие шпажки они тоже летят копилки потом пошли тест с уже немножко из другой темы тесты с пылью добавлением пыли этот там кирпичи падают он поднимается такая пыль кирпич упала и там разлетается такая вот пыль процесс создания уже непосредственно пыли из домика вниз идет там разная скорость теста попытка смешать свет перемешивался цвет от разных объектов вот появляется пыль она благодаря дивергенции она раздувается чуть-чуть тоже вместе пыль и какие-то частички просто пыль множество множество таких тестов ну и вот финальный результат я думаю теперь все понимают приблизительно как это создается все он теперь какие вопросы готовы есть